В зависимости от роли, в которой вы себя видите, или вы хотите спекулировать, или вы хотите коллекционировать, или вы хотите создавать NFT. Можно так разделить на три направления, в которых интересно играть. То есть, если вы хотите создавать, это отдельная история, если вы художник или дизайнер. Про это я не буду говорить. Дальше осталось еще две роли. Коллекционировать и флипать. То есть, быстро что-то купить и перепродать, если вам повезло. Ну вот, в последнее время, такой вот быстрый флип получается довольно прибыльным, и если вам повезло в проекте Top Shots попасть в очередь из 150 тысяч человек, где-то там 20 тысяч, то, может быть, вам что-то достанется, и, соответственно, потом вы это сможете перепродать икс 10. Либо проект Art Blocks еженедельно выходят распродажи, и если там в очереди из тысячи человек вы успеете что-то купить, то, опять же, быстрым флипом можно там сделать x2, x3 буквально в течение недели. Вот, и есть вещи, которые уже больше холдить, или такие, скажем, статусные, да, типа панков, которые уже стоят там по 20 эфиров, то на таких вещах уже вряд ли получится быстрый флип, но в долгосрок, я думаю, история с панками, если какого-то испанка возьмет себе известный музей или галерея, то в долгосроке этот проект может быть очень выгоден. Ну, это так вот, совсем вкратце. Не знаю, чего-то меня еще ожидали, но... А вот мог бы ты назвать там трех-четырех каких-то лидеров мнений, которые в Твиттере, в Дискорде, вот, как Прэнкси и там Алекс Гауссман, в основном этот же костяк формирует какую-то ценность на NFT, когда они третвитят, когда они пишут об этом. Вот, как вообще работает сейчас этот рынок, как хешмаски тоже выходили в хайп, когда они продавались по 0.1 эфир, а сейчас они стоят 2, 3, 5, то есть лидеры мнений, кто они и какая их роль? Ну, здесь, наверное, как на любом рынке, да, если какой-то известный человек упоминает что-то в своем Твите или еще где-то, то это становится уже более-более популярным, поэтому что тут добавить? Можно сказать, что у Прэнкси свой есть ежемесячный проект, который выходит, он называется NFT Boxes. По тому же принципу, как я говорил, либо холдить, либо флиппать, вот NFT Boxes, опять же, очередь из 1000 человек, 500 коробок ежемесячно. Если вам повезет, то там 2-3 коробки вы сможете купить и буквально через 3 дня можно сделать их 2 в проекте Прэнкси NFT Boxes. Денис, скажи, а вот чтобы запустить свой NFT проект и он стал успешным, какие 3-4 основные фактора должны быть, чтобы это состоялось? Ну, смотрите, на примере хэш-масок, да, 10 миллионов долларов собрал проект. Команда до сих пор анонимна, и это многих остановило участвовать на самом входе, когда хэш-маска стоила 0.1 эфира. Но при этом было действительно видно, что качественно подготовлена художественная часть, и плюс прикручена небольшая заморочка с этим name change token, который придал проекту такой немножко DEFI аспект, и комьюнити это сильно зашло. Вот, то есть они не использовали никаких NFT-инфлюенсеров типа Прэнкси или еще кого-то, на что, кстати, многие из этих инфлюенсеров обиделись, в том числе Прэнкси. Но вот сама арт-часть, художественная часть, плюс эта новизна с токеном, прикрученному к маскам, вот это сделало успех. И последний вопрос тебе, и мне тебя больше будет, расскажи тебе, история с флипами, с шиллингом, не напоминает ли 16-17 год, когда есть какие-то и трушные проекты, которые являются условно анонимные? И вот был последний проект, где Прэнкси твитнула и в дискорде написала, что якобы какой-то проект сделал там какой-то digital art, потом твитнул всех, ну условно всех, мы говорим, всех, кого мы знаем, лидеров мнений в NFT, и попытался вот так вот, ну, считить. Вот, не видишь ли ты вот аналогию 16-17 год, и вот, если можно, ну, раскрой какой-то инсайт, как ты определяешь этот нормальный проект NFT, сюда стоит заходить, или лучше присмотреться, или это явный скам? Ну, пока что таких явных скамов, кроме Бэнкси, по-моему, не было, то есть недавно было, что кто-то просто взял картину Бэнкси, намекнул, что это может быть Бэнкси, хотя откровенно не говорил, что это он, и, по-моему, миллион долларов этот проект собрал. Причем, такую интересную хитрость использовал этот скамер, он разослал бесплатно эти картины на известные NFT-кошельки, ну, таких известных вейлов, и, соответственно, люди, когда смотрели, кто уже купил, то не обращая внимания на то, что это все-таки не было покупкой, а был трансфер, это уже сложнее заметить. Вот на этом был построен скам, то есть смотрят, ух, ничего себе, там, G-Money, Прэнкси, Кубан, еще там кто-то, у них уже есть это, и поэтому быстро все, сильно не разбираясь, ринулись в эту затею. Вот, а по поводу того, что не напоминает ли мне, там, 2017 год, конечно, напоминает. Ну, могу тебя отпустить без крайнего вопроса, извини, как бы. Вот скажи лично свое мнение, не опираясь на то, что писали в Твиттере, в Дискорде, то, что Binance и CZ тупо скопировали хешмаски. Вот свое мнение вот про это, ну, что ты думал? Ну, да, здесь, наверное, стоит сказать, что это не Binance, это в сети Binance, которая, типа, открыта для всех, и ничего запретить они там не могут, так же, как и эфир, да, не может запретить. Но, мое личное мнение, что это откровенный такой копикат, и который, если не загнется усилиями, там, юристов, хешмасок и панков, то он загнется просто потому, что, ну, потому что такое долго не должно жить. Спасибо большое, и вот все-таки, ну, не могу тебя отпустить вот так вот просто без какого-то инсайда. Скажи, как ты определяешь оригинальность NFT проекта, заходить или нет? Вот какие-то вот один-два каких-то фактора, какие-то два паттерна, по которым ты понимаешь, что надо смотреть дальше, там, полистать Твиттер, полистать Дискорд, поспрашивать кого-то. Какие-то вот два момента, ну, назови, ну, у тебя уже, получается, твой экспириенс уже больше, там, сколько, 17-го года, уже больше 4-5 лет, у тебя уже по-любому есть какие-то два набитые какие-то правила, по которым ты сразу определяешь. Нет? Или можно посмотреть? Ну, то, что было два года назад, там, допустим, продажа Земли Дисктрленда или продажа Земли в Axie Infinity, ну, тогда, правда, чисто интуитивное принятие решения. Сейчас, когда рынок начал более-менее развиваться и появляться новые проекты, я всегда тестирую, вот, в комьюнити криптопанков есть Дискорд, и те же хешмаски, они же оттуда залетели. То есть, просто кто-то написал, посмотрите на проект, и я, по-моему, был, там, где-то 20-м в Дискорде или, там, 25-м в хешмасах. Сейчас, там, 5-тысяч, по-моему, или 7-тысяч в Дискорде хешмасах. Поэтому, вот, старая комьюнити, так называемая OG, да, Original Gang, которая тусит в основном в Дискорде панков, вот, это, скажем, всегда и источник, и тест для любой идеи. Денис, спасибо тебе большое, вот, я надеюсь, до встречи 4-5 марта на CGC конференции, где уже будут возможности больше тебе задать вопросов, и ты уже приедешь с какой-то презентацией, вот, спасибо большое за твое время, за твой экспириенс, за то, что поделился мыслями, вот, до встречи. Вот, с нами был Денис Чистяков, да, значит, человек, так сказать, которого можно назвать NFT-кит, да, как сейчас принято, ну, на сленге. Ну, так, украинского масштаба. Ну, украинского масштаба или нет, это уже такое, как бы, знаешь, как бы, не мне с тобой метамаском меряться. Спасибо.